друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал сам велодомян мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребята самый последний ролик под названием надя уехала я уже сегодня делала на него обзор кто не смотрел зайдите посмотрите ну а сейчас ролик обсудим с вами предпоследний там где помимо шупы у нее дома собственно она там была да ну и понятно было еще надюха и была зина зина тоже пришла в гости короче друзья мои севка приходит к мамке а там вся троица в сборе весь севкин практически пенсионный фонд режутся в карты ну да и значит севка заходят и говорит а шо вы в карты рубитесь попрятались да вот мне интересно а почему это вот эти вот бабуси должны прятаться от севки вот скажите вы мне пожалуйста да не вроде ничего такого противозаконного не делают но рубятся в карты ну и пусть играет далее друзья мои севка заходит и как всегда прямо весь такой знаете весь такой на нервах как обычно пришел потрепать нервы своей маман а также надьки заодно и рассказывает о том что у них солистка в театре сломала ногу ну и значит услышали как всегда абсолютно все кроме мамки шупы которая постоянно сидит и спрашивает шо 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 ну да натянуть нормально на себя вот эти слуховые аппараты мамка как всегда конечно же не может далее друзья мои севка говорит ой столько говорит говна написали в комментариях после дня рождения говорит это что то с чем я поняла что конечно же сейчас севка специально начнет выискивать какие-то колкие комментарии в адрес шупы в адрес надьки и естественно будет их обсирать и будет сам создавать контент и сам же будет веселиться ну и понятное дело естественно начинает зачитывать эти комментарии даже не думая о том что это пожилые люди даже надя уже взрослая женщина даже шупа уже пожилая женщина конечно же им неприятно слушать эти комментарии но ради контента севка готов на все плевать на мамки на здоровье плевать на мамки на нервы на мамки на давление севке главное запилить контент ну и начинает значит комментарии зачитывать про куклу мол нафиг нужна была вот эта никчемная кукла зачем было брать куклу которая сто лет никому не нужна взяла же наглая бабка и подарила эту куклу ольге леонтьевне на день рождения и в этот момент ребята шупа когда это услышала как заорет то пошла бы ты нафуй загорала шупа ну сказано было по-другому она говорит и что говорит тут такого говорит то я подарила ей куклу цветы торт гроши дала шо еще надо да уж действительно действительно что еще кому надо надо только шупе шупе надо деньгами да я представила если бы шупе подарили такой подарок если бы ей презентовали вот такую вот куколку и вот такую вот говно картинку я бы посмотрела на ее реакцию я вот не просто так вчера ольге леонтьевне предложила это да вот так какой-нибудь пупса подарить ей на следующий год шупе да ну и посмотреть на реакцию шупы насколько она будет счастлива она говорит деньги деньгами а это ж на память ну да ну да действительно далее друзья мои конечно же написали про свитер о чем я вам сразу сказала еще вчера что свитер был одет у шупы задом наперед и вот когда зрители опять начали писать про этот свитер да что он был натянут у шупы задом наперед мамка как всегда нихрена не слышит сидит шо 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 шокает как обычно ну а надька беляш с севкой в одну глотку заорали нет нет все нормально все хорошо свитер был надет правильно и нечего тут сказки рассказывать одна только зина друзья мои знаете так посмотрела и говорит ну вот может быть он все-таки был ей не по размеру и тут чтобы вы думали да собственно севка а ну-ка говорит принесите говорит мне этот свитер и когда притащили этот свитер севка посмотрела говорит мама да ты что горит слепая ты что не видишь что ты действительно проходила в свитере он был надет у тебя задом наперед а я же говорит зрителям то не поверил мне вот интересно как они смотрели на эту шубу или они вообще на нее не смотрели как только шупа натянула этот свитер задом наперед по горловине было видно четко сразу что натянут у нее задом наперед в общем да друзья мои далее далее вся эта шупа сидит орет орет говорит что вам надо то суки такие так далее да что вам надо до чего же вы лезете и лезете да сколько ж можно и тут севка зачитывает комментарий про натику да да говорит а натика то опять обосралась перед кокой в этот момент натика тоже прикинулась чайником и говорит да а шо такое куда надя действительно а шо такое вот все таки натика друзья мои истинная лицемерка а шо такое натика не поняла где это она извините коку чем обидела да то что она взяла во всеуслышание сказала а если типа васильевну не пригласят я не поеду да насрав большую кучу на тех людей которые тебя пригласили на день рождения честно прикидывается чайником и делает вид а шо такого а шо такого типа а как это я обосралась перед кокой севка тоже в этот момент решил подражать натике тоже прикинулся чайником и говорит а чё а я не знаю тоже говорит чего ну да действительно а я бы посмотрела на севку на его реакцию если бы точно такая же ситуация была бы с ним да когда бы натика или кто-то другой сказал а я не пойду там да если они там того то того то не позовут а я тоже к ним на днюху не пойду ну а далее друзья мои далее значит чё там было а шупа опять сидит как ненормальная все значит ей там за этот свитер то высказали а вы что говорит не видели а вы что не видели а мне вот интересно севка то тоже ничего не видел когда шупа насягивала задом наперед этот свитер да нацка тоже ничего не видела шупа вообще ничего не видит в глаза вечно долбится да ну и шупе это не понравилось и вот ребят вот ну да ну ты действительно натянула свитер задом наперед но признай ты как нормальный человек скажи ну что да но не разглядела но бывает но я уже пожилой человек с каждым бывает нет ребят вместо того чтобы признать свою ошибку шупа сначала спросила у них ну все все прицепились ко мне ну а потом начала орать на зрителей причем орала и матом и всяко разно и нафуй и суки туда и сюда а потом вообще заорала допускай говорит они хотя бы раз свое рыло эти зрители в кадр поставят а мне вот просто интересно шупа а почему зрители должны в кадр выставлять свои лица зрители себя зрители не блогеры зрители себя показывать не обязаны если вы решили снимать свою жизнь на просторах ютуба это ваш выбор вас никто с ножом горло к вам не приставал и вас никто это делать не заставляет причем блогеры да контент на ютубе может быть абсолютно любой вот допустим у меня обзорный канал да обзор что такой обзор это пересказ увиденного и услышанного сдобренный мнением автора канала то есть для этого вовсе не обязательно пока показывать сиськи письки хвосты и все на свете ну тут понимаете они хотят и на елку залезть и задницу не ободрать и денежки собрать да и показывать себя там и трусы свои кучи говна и и лужица с мочой там и себя там в этих да всяко разно в трусах как севка себя везде демонстрирует и в купальнике и так далее а потом им не нравится когда им зрители начинают фукать в комментариях а ты б хоть бы рыло кто-то из вас ну во первых у нас не рыло а лица уж если на то пошло да ну а во вторых никто вам ничего не обязан это было ваше желание и никто вас насильно не заставлял трешаки устраивать и быть ютубовскими фриками далее друзья мои шупа опять начала орать надоели выше крыши не твое собачье дело короче зачитывают комментарии севка зачитывает специально дрочит свой пенсионный фонд ну а бабки орут ну конечно же больше всех естественно орет шупа зина молчит ну а шупа орет просто как ненормально а я ребят смотрю на нее и думаю блин ну тебе 76 лет ты уже и бабушка ты уже и прабабушка ты и мать троеродица мать трижды нет бы вести себя как-то поприличнее по культурнее по воспитание нет реагировать вообще ни на что не может орет как ненормальная в этот момент надька тоже решила вставить свои пять копеек и говорит о надо было надо было говорит надо было говорит мне там усытников в гостях на дне рождения голову то помыть мол я бы посмотрела как бы зрители начали бы меня че хвостить в комментариях ну да надька действительно шупа уже там туалет обосрала не хватало еще и тебе там чё-нибудь обосрать да бедные сытники после вас бы все это дело благополучно бы конечно разгребали все как обычно а с другой стороны а куда сытником деваться у них как известно выбора нет их никто не спрашивает хочешь не хочешь приходится приглашать вот этих вот деградантов далее друзья мои далее севки написали учись мол жмот как надо встречать гостей имея ввиду ну сравнивая как отмечали в этом году в ресторане день рождения шупы и как вчера хорошо встретили гостей на игре не как раз таки сытник на что это севки очень не понравилось то есть если до этого он ржал над комментариями когда чехвостили надьку и шупу то сейчас когда камень упал в его огород севке это очень не понравилось и он заорал а вы говорит вспомните позапрошлый говорит день рождения и пускай когда говорит стол ломился когда говорит столько еды осталось и так далее и пускай говорит сытники поучатся у меня как надо встречать гостей и в этот момент друзья мои случилось чудо чудо чудесное представляете мамка шупа та которая обычно никогда ничего не слышит никогда ничего не видит никогда ничего не чует вообще так когда ей удобно тут же очухалась все услышала представляете даже не шокола шо-шо да шо-шо шо-шо да шо-шо и тут же как заорала вспоминая цены на блюда которые подавались в позапрошлом году ребят это еще раз говорит о том что у нее никакая не деменция да у нее а опять же она то что ей нужно помнить она помнит прекрасно то что ей нужно услышать она услышит прекрасно то что она не хочет слышать она вообще не слышит то что ей неудобно слушать она сразу же я не слышу я не вижу здесь не то что услышала здесь еще и вспомнила то есть представляете позапрошлый год ее днюха в ресторане да когда севка гулял и она даже помнит ценники на те или иные блюда я смотрю у них с дочкой старшей Ирочкой это прямо семейная Ирочка вот несколько лет простить Юле да бывшей подружки севки вот этот коктейль не смогла помните тоже там вспоминала и вспоминала этот коктейль хотя казалось бы Ирочка а тебе то какая разница ты ни копеечки не заплатила за за чье бы то ни было день рождения да ты была тоже в числе приглашенных точно так же как и та же Юля но друзья мои у них это семейное да то есть они хотят чтобы к ним на день рождения приходили подарки им дарили доллары баксы бабки дарите шупе дарите не меньше 100 долларов иначе это для нее нехороший гость и такого гостя она в следующем году на день рождения не пригласит да у нее губа не дура но при всем при этом сожрать вы должны буквально с гульки нос желательно вообще ничего не есть а если что-то и закажете то на вас все семейство Адамянов Мариновых будет смотреть так словно на врага народа это конечно ребят вообще ненормальная ситуация причем когда я говорю Адамяны Мариновы которые как раз таки себя ведут да я не имею ввиду севку потому что севка в этом плане не такой как Ира и не такой как мамка шупа но в любом случае далее друзья мои орёт так кто вы против нас да никто за чуханки вяжет мамка шупа как недорезанный поросёнок в этот момент севке стало смешно и он обращаясь к мамке спрашивает мам а мы то кто хороший вопрос так и хотелось сказать конь в пальто или дед пехто да ну а мамка орёт про сцену начала вспоминать севкины регалии сцену театр да сколько что учился да на этом в этом театре да туда да сюда и тут севка ей парирует и говорит мама то чего ж ты себя до меня равняешь ты ты тут причем да ты бы смогла бы что ли в театре играть в этот момент шупа говорит я бы смогла бы в этот момент зина с Надькой чуть от смеха не рухнули севка и говорит мам а кого бы ты играла в оперном театре куклу на капоте ребят вот уж действительно так оно и есть мамка бы смело могла играть куклу на капоте сидит вечно как борец у мудростья мои с расставленными ногами на ширине плеч да сидит как невменяемая выпучив свои глаза как знаете пупс где посадили там собственно и сидит но еще конечно же был комментарий где шупе высказывали по поводу того что она обозвала назвала Ольгу Леонтьевну это ж надо догадаться прийти на день рождения да к Ольге Леонтьевне и закричать где та бабка где та баба да и это конечно же шупе написали в комментариях на что ей очень не понравилось она заорала а шо вона не баба вона шо дед ну я хочу сказать что Ольга Леонтьевна на деда то как раз таки не похоже вот как раз таки Надька очень похожа на мужика а шупа действительно бывают похожи на деда но что касается а что она не бабка так я хочу шупе тоже напомнить как и все остальные ей напоминали помните когда шупу называют бабкой шупа всегда возмущается хотя она не только бабка она уже по возрасту даже и про бабка не то что по возрасту а имеет уже и правнука да и шупа всегда кричала я бабушка тильки для своих внучек правильно так и Ольга Леонтьевна шупа для тебя не бабка она тебе явно не бабка вас разница сколько там 10 11 лет не суть важно вас маленькая разница она тебе не бабка она тебе даже в матери не годится а бабушка она для своего внука для коли да ну явно не для тебя и как можно зайти в день рождения вот как будто специально на зло было сказано вот это бабка знаете пренебрежительный такой тут ни один нормальный человек так никогда не скажет но это вот эта конкретная знаете деревня деревня причем деревня это не надо только думать что это вот я конкретно говорю про село про деревню и так далее не об этом речь я думаю все прекрасно понимают о чем речь то есть пословицы поговорки и так далее вот вот здесь то есть имеется ввиду что отсутствие полнейшее воспитание то есть не придирайтесь к тому что я сказала деревня да это вообще просто как говорится ну крылатые крылатые выражения всякие разные и так далее но опять же ребят то есть настолько не тактичная настолько не воспитанная тебя в дом позвали пригласили на день рождения бабка какая тебе бабка еще 150 лет чтобы ты ее бабкой звала в общем друзья мои дурдом ромашка ну а далее я смотрю зина стоит вздыхает и говорит а и говорит может я вам тут мешаю видимо дух зина подумала куда я попала чего я тут делаю с этими ненормальными ну а далее надька интересуется а нет севка интересуется во сколько вести недогарку она говорит 11 он говорит ой а у меня же репетиция в 10 она говорит да да говорит ладно сейчас пойду говорит буду перезаказывать время на что зина сказала а что говорит такси говорит вызвать нельзя знаете друзья мои мне кажется надьки это очень не понравилось какое такси надька счастлива что и везет сам севка адамян ну а потом севка сказал ладно говорит пошел я говорит дальше а вы говорит сидите играйте в карты куда действительно настроение бабкам всем обосрал всем бабусям настроение обосрал взял да просто изгадил напрочь пошел пошел дальше запилил контент получит денежки пошел себе припеваючи зашибись так мамку любит ну так мамку любит все все нервы уже этой шупе истрепала а